Добрый день, в эфире «Особое мнение» в студии 13 часов 6 минут. Меня зовут Павел Чарушин. Сегодня выясним мнение по поводу некоторых недавних событий у Валентина Николаевича Пугача, ректора Вятского государственного университета. Здравствуйте. Здравствуйте, Павел. Слушатели могут задавать вопросы на хокерово.ру, а мы приступим к нашим темам. В 2014 году планируется усилить контроль за утечками заданий единого государственного экзамена и в то же время усилить наблюдения при сдаче этих экзаменов. 27 ноября министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов сообщил журналистам, следующее, выпускники российских школ в 2014 году практически не столкнутся с содержательными изменениями, при этом будут предприняты меры повышения информационной безопасности во время экзаменов. Это для того, чтобы исключить возможность утечки контрольных измерительных материалов. Содержательные изменения возможны, начиная с 2015 года. И в 2014 году будет значительно более распространено видеонаблюдение, чем в прошлые годы. По-вашему, какие изменения могли бы увеличить достоверность результатов? Ну, все, что Вы сейчас перечислили, это комплекс мер, которые государство и в его лице Министерство образования и науки пытаются реализовать для того, чтобы повысить прозрачность и законность проведения такого важного акта контроля со стороны государства за качеством обучения школьников как единый государственный экзамен. Те меры, которые, вот, видеозапись, ответственность, контроль за списываем, конечно, их необходимо реализовывать. Мое мнение, их еще недостаточно. Главная мера была бы, это то, чтобы единый государственный экзамен не проходил в школах, в тех же, где школьники учились. Вывести вообще из-под, то есть, саму процедуру проведения единственного государственного экзамена из-под школ. Только в этом случае мы сможем обеспечить действительно надежный контроль за проведением этих процедур, потому что предыдущие годы показали, что списывание происходит, и очень часто организаторы закрывают на это глаза, или проводят многие вещи формально. То есть, человеческий фактор здесь работает достаточно существенно, да? А знакомые преподаватели, знакомые учителя? Да, здесь еще возникают конфликты интересов. Несмотря на то, что привлекаются учителя из других школ, мы все равно знаем, что это все одна корпорация, и, соответственно, корпоративные интересы, они выходят на первый план. И учителя понимают, что если они будут при проведении ЕГЭ проявлять строгость, принципиальность, то такую же строгость могут применить и к их ученикам, их школы, и, соответственно, они не свирепствуют, что называется. Что плохо в данном случае. А по-вашему, может быть, какие-то технические меры могут воспрепятствовать тому, чтобы ученики не обманывали на при сдаче этих экзаменов? Ну, например, какие-то, может, радиомаяки, что-то еще, что-нибудь такое техническое? Ну, вы знаете, это будет гонка такая, гонка вооружений. Чем больше будут придумывать одних технических способов контроля, то тем больше будут придумывать способов технических их обойти. Поэтому здесь я бы не техническими процедурами пытался навести порядок, а организационными. Если экзамен будут проводить стороны, я вот уже приводил на прошлых передачах, что в Китае вообще Министерство обороны проводит эти экзамены, и военные, которые приезжают в школы и самостоятельно проводят эти процедуры, может быть, это вот слишком жестко для нас, но, по крайней мере, ввести в обязательном порядке в состав комиссий, представителей вузов, общественных организаций, другие какие-то общественные или государственные структуры, не относящиеся к системе образования школьного, это приведет к тому, чтобы... Списывают, как правило, не во время именно написания, это совсем уже, наверное, где-то в дальних аулах это происходит, а списывают в основном или с подачи при подсказке самих учителей, либо когда выходят в туалет попить водички, там происходят вот эти все безобразия, а видеокамеры там же, естественно, не поставишь, веб-камеры, поэтому здесь вот нужно по-другому немножко сделать. Плюс отдельные процедуры связаны с тем, что вот Минобра уже инициативу проявил, что не рассылать эти экзамены в последний момент, а должна быть единая большая избыточная база заданий ЕГЭ, и рассылать только варианты, которые будут решать, при том их делить по всей стране, учитывая, что временные там ТПСы разные, задания должны быть аналогичные, но разные, на Дальнем Востоке, в Сибири, в европейской части России, и в этом случае те, кто решал задания там на Востоке, их задания будут неактуальны для тех, кто будет решать это через несколько часов. А что до сих пор вот эта система, что решают на Дальнем Востоке, и потом результаты распространяются через социальные сети, она до сих пор работает? В прошлом году это было. Удивительно. Сказалось бы, сколько уже лет ЕГЭ существует? А вы понимаете, тут очень много людей и вовлечено в процесс подготовки и проведения этого экзамена. Соответственно, отследить, забязать, проконтролировать всех участников этого процесса очень сложно. Плюс сами дети, опять же, в этих туалетах фотографируют на мобильные телефоны и выкладывают эти задания в интернет мгновенно, и никакие там соглашения с социальными сетями так оперативно не сработают. Можно глушилки ставить. Здесь нужны правовые основания. У нас было желание ставить глушилки в университете во время проведения государственных экзаменов или защит дипломов, но оказалось, что с точки зрения правового поля мы не имеем права. Всю полосу чисто не заглушишь, они могут пользоваться рациями какими-то основными. Безусловно. Безусловно. Тем более, что в интернете полно всяких предложений. А вот участие в вузов в принятии экзаменов ЕГЭ возможно каким-либо образом? Вузы ведь заинтересованы в том, чтобы был адекватный результат. Конечно, мы заинтересованы. Мы заинтересованы. Но сейчас это можно реализовать в инициативном порядке, но если это не будет обязательной процедурой, то это может восприниматься преподавательским сообществом как некорректное поведение, что мы пытаемся в чужой огород прийти со своими какими-то требованиями. Хотя у меня желание было, честно говоря, в прошлом году и в этом году прийти на экзамен в одной из школ и лично посмотреть это дело. Но Вы участвуете в законодательном процессе по этому поводу? Каким-либо образом? В обсуждении? Опосредованно. Опосредованно. Через совет ректоров. То есть, безусловно, какие-то предложения есть, но пока эти все процессы, знаете, министерство все равно в свою линию ведет. Хорошо, перейдем к следующей теме. 21 ноября было сообщение о том, что словари могут получить новый статус в системе российского образования. Над этим ведет группа Минобранауки совместно с общественностью. Их могут выделить в особую группу образовательных материалов. Как Вы вообще оцените словарную культуру в России? У нас словари достаточно адекватные. Их легко вообще найти. Как Вам, например, с Вашей кандидатской легко ли было по поводу поиска каких-то определений? Подсказать, на какую тему была? Моя диссертация была на тему экономической безопасности и взаимодействия ее с качеством высших учебных заведений. То есть, экономика и качество образовательного процесса. Я анализировал и ту, и другую категорию в отдельности и их связь и взаимодействие между собой. Безусловно, роль значения поиска, значения тех и иных научных терминов, семантический анализ и другой анализ любых понятий, не только для научной работы, для любой практической деятельности, имеет очень большое значение. Ну, сейчас, насколько я могу по себе сказать, проблем с этим нет. Википедии, различные специализированные словари, масса предложений в печатном и в электронном виде, у каждого в телефоне. У меня Lingua закачан. Какая версия, кстати? Ну, она автоматически обновляется. Соответственно, нет никаких проблем для того, чтобы даже во время какого-то своего научной конференции, совещания, просто в любой момент, или услышав, или собираясь что-то произнести, можно всегда буквально в считанные минуты получить развернутый перечень значений, применимости и корректности тех или иных слов. Тут другой вопрос, что школьников и студентов надо учить, им надо иметь культуру пользования этими словарями. И, соответственно, это определенное усилие требует со стороны учителей по поводу того, чтобы вот эту культуру пользования справочниками, словарями и другой дополнительной литературы использовать и на уровне школы, и на уровне уже высшего специального образования, профессионального образования. А вот известно, что узкоспециализированные словари по каким-то очень определенным, таким жестко заданным разделам науки, они в онлайн-доступе или в электронном виде просто не существуют, и их можно найти на какой-нибудь далекой полке библиотеки специальной научной. По-вашему, оцифровка таких материалов, она бы дала прорыв на какой-то... Она здорово бы помогла, и этот процесс идет, на самом деле. Вот у вас в ВУЗе происходит оцифровка? В ВУЗе происходит оцифровка не только словарей и каких-то научных работ. В ВУЗе идет очень большая работа по оцифровке всех лекционно-методических материалов, которые есть. И мы сейчас формируем электронную библиотеку. По мере того, как она будет наполняться студентам и вообще всем желающим, мы планируем сделать свободный доступ к этим материалам. Сейчас это мировая тенденция. Лекционные материалы, лучшие лекционные материалы в электронном формате. Цифровой, электронный текст – это уже каменный век, на самом деле. Это уже норма. Сделать интересные презентационные материалы, видеолекции, вебинары и другие современные формы работы – это то, что сейчас необходимо делать в любом учебном заведении. И чем более богатая, разнообразная, интересная будет эта видеоколлекция, цифровая коллекция, тем авторитетнее будет выглядеть ВУЗ, тем он больше сможет привлечь в свою орбиту и будущих эпитериентов, и бывших выпускников, и научных сообществ, специалистов и так далее. Возвращаясь к теме ЕГЭ, 2 декабря ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьмин предлагает реформу системы поступления в ВУЗы, в частности, заставить победителей Олимпиад при поступлении сдавать ЕГЭ по профильному предмету. Ректор обеспокоен коррупцией при проведении Олимпиад, и олимпиадники должны будут набрать не менее 70 баллов. Как по вашему, Олимпиады скомпрометированы школьные или что? Есть определенное беспокойство в ректорском сообществе по поводу того, что количество всероссийских на федеральном масштабе проводимых Олимпиад уже превысило какие-то разумные значения. И обратите внимание, что если в части проведения ЕГЭ порядок все больше наводится в этом плане, и в части списывания, и объективности, и так далее, то проведение Олимпиад достаточно закрытая процедура. И те аргументы приводит Кузьминов, обращая внимание на эту проблему, они понятны и они логичны, поэтому дополнительно перепроверить знания олимпиадников, которые пользуются льготами при поступлении значительными, может быть, это не лишнее. Особенно, я понимаю, что это бьет по московским наиболее популярным престижным вузам, потому что туда олимпиадники едут в первую очередь. У нас такой проблемы большой нету, мы радуемся олимпиаднику, которые приходят, там несколько десятков человек, как правило, в год их приходят, они равномерно распределяются между факультетами. Сказать, что их знания плохие, я не могу. В большинстве случаев это действительно талантливые ребята, которые здорово знают свой предмет, но иногда бывают какие-то сомнения по поводу того, что что же это за олимпиадник, который каких-то элементарных вещей не знает. А вот с точки зрения самих олимпиадников, не будет ли это демотивирующим фактором? Не будет. Как правило, в олимпиадах участвуют люди, у которых нет в любом случае проблемы с поступлением в хороший университет, как правило, это люди, которые просто самоутверждаются, либо другие какие-то цели преследуют, им просто интересно и приятно поучаствовать и победить, что называется. Для многих же участие в олимпиадах, это сам процесс участия, это уже очень здорово, ее подготовка к ней, само проведение, это хорошая тренировка. То есть проблема в том, что у нас нет порядка элементарного при проведении олимпиад, нет четких стандартов, выработанных правил или что? Не-не-не, вот так огульно я не могу сказать. Есть и порядки, есть и списки, есть все. Все это проводится, но есть желание обратить внимание на то, как это проводится. И, наверное, в ближайшее время со стороны Министерства образования какие-то новые регламентации по этому поводу будут проходить. Кроме вот этой инициативы, тот же ректор предлагает наделить вузы, правом делить единогосударственные экзамены на основные и второстепенные. Тогда приемные комиссии будут сравнивать только сумму баллов, набранных абитуриентами на экзаменах по профильным предметам. Такая дифференциация по-вашему нужна? Ну, опять же, тут, вы знаете, смотря для кого нужна. Для сильных университетов, у которых избыточный наплыв абитуриентов, конечно же, иметь и обращать... Сейчас вес любого ЕГЭ, математика, русский, физика, химия, никакого значения не имеет. Считается только сумма необходимого балла в ЕГЭ, и она проходит. Но при этом мы понимаем, что профильный ЕГЭ по физике, математике и так далее, иностранному языку, который является основным экзаменом, оценивающим знания по тому направлению, который будет учить студент, он имеет большое значение. Поэтому как-то выделить значение этого профильного экзамена, наверное, стоит. Но здесь необходимо знать меру. Потому что для региональных вузов, у которых идет конкуренция между собой, у которых не испытывают такого безумно большого наплыва желающих, это может стать дополнительным фактором, который может повлиять на набор, на количество абитуриентов, ну, хороших, может отпугнуть и так далее. Поэтому тут надо подумать на эту тему. А вы на уровне вузов, как ректор, вы можете что-то менять в этом плане? Можете вы вводить экспериментальные системы оценки абитуриентов? Право вводить дополнительные испытания, кроме ЕГЭ, региональные вузы, кроме МГУ, Санкт-Петербургского госуниверситета, и теперь вот еще будет высшая школа экономики, у вузов нет. Мы можем что сделать? Мы можем не дополнительное испытание назначать, мы можем устанавливать нижнюю планку баллов ЕГЭ по направлению подготовки, по которому мы будем применять. И, соответственно, многие вузы, и мы в том числе этим пользуемся. Мы по ряду направлений эту планку поднимаем выше, чем она установлена Рособоронадзором. Значит, менять саму формулу подсчета баллов вы не можете. Просто простая сумма и проходной балл. Да, совершенно верно. Мы можем менять только вот эту планку. Хорошо. 5 декабря газета «Известия» пишет, что Минобранауки готовит изменения в законодательство, согласно которому у студентов, получивших тройку во время сессии, будет возможность получать стипендию. В Минобранауки предлагает вузам перейти на новый формат оценки общей успеваемости. Наличие среднего балла, не ниже установленного по итогам промежуточной аттестации. Средний балл подразумевается считать как среднеарифметическое от полученных оценок. И он не должен быть ниже среднего балла всех студентов-бюджетников. Известно, что стипендия сейчас носит символический характер достаточно. Студенты в высшем образовании получают 1340 рублей в месяц, верно? Я хочу сказать, что, отвечая на вопрос размер стипендии, ту цифру 1300 рублей, которую Вы назвали, это минимальная планка, ниже которой быть не может. Но по целому ряду приоритетных отраслей экономики установлены повышенные стипендии 3, 5 и более 1000 рублей. Это касается, прежде всего, инженерных направлений подготовки, по информационным технологиям, по машиностроению, автоматике, отдельные направления по химической технологии, биотехнологии. Это специальности, которые государство хочет поддерживать, и там стипендия установлены выше. Это раз. Второе, есть отдельное постановление правительства, когда и на это дело государственные вузы получают дополнительные деньги, когда за особые достижения в науке, учебе, спорте, общественной жизни студенты еще получают из стипендиального фонда дополнительную стипендию. И у многих студентов, которые исчисляются у нас десятками и сотнями в целом по университету, размер стипендии, в случае, ну там есть условие, что надо иметь право получать обычную академическую стипендию, и если они при этом имеют особые условия, они могут претендовать на такую повышенную стипендию. То у них стипендия достигает 10 и более тысяч рублей ежемесячно. Поэтому, безусловно, любая стипендия должна, и предложения звучат уже много раз, что она должна быть гораздо выше, чем сейчас. Что касается возможности получить стипендию, если ты даже получил одну тройку, что сейчас лишает тебя права, но если ты даже получил одну тройку, но в целом у тебя среднее арифметическое значение достаточно высокое, потому что очень часто бывает хороший студент, он учится хорошо и отлично, и имеет отличные оценки. Но при этом у него, грубо говоря, по непрофильному предмету, который он не считает для себя основным, возникают какие-то трудности. Есть предметы, которые очень сложные. Это высшая математика, очень сложный предмет. Сопрамат, ну все их знают, такие сложные экзамены, которые выполнить курсовую работу, дипломную, вернее контрольную работу, сдать экзамен достаточно сложно. И вот это вот досадный промах, единичный, если он не будет систематический, он не должен лишать права для получения. Поэтому предложение-то хорошее на самом деле. Другое дело, что если там абсолютный троечник, он ее точно не должен получать, если он плохо учится. Но ведь возможно и перекос. Они считают среднеаритметическое, а надо считать медиану, наверное. Ну, это, знаете, можно поспорить, есть свои аргументы, плюсы и минусы в то и другое решение, но в целом идея мне нравится. Хорошо. А выхлоп у этой идеи, вот затраты, очевидно, будут большие, потому что троечников немало, и это выльется в дополнительное бюджетирование, я так понимаю, еще непонятно, откуда деньги возьмут. Деньги надо брать из экономии, которые возникают от закрытия неэффективных филиалов и вузов, которых по стране сейчас пока что еще достаточно. Обранный отзор министерства образования проводит очень активную работу, и регулярно в новостях появляется информация о десятках высших учебных заведений, и сотни филиалов, которые утрачивают, у которых отозваны лицензии. Это приводит к тому, что они будут либо реорганизованы, либо закрыты, что приведет к экономии бюджетных средств. Эти деньги, наверное, должны быть перераспределены. В целом, я думаю, что дополнительных расходов сейчас, если это все будет в комплексе реализовываться, дополнительных расходов для государства это не будет. Но ведь вот эти вузы, которые закрываются, мы слышим о том, что они сливаются с более успешными вузами. То есть это не совсем та экономия, которая... Это мягкая форма закрытия, потому что в любом случае слияние приведет к той или иной оптимизации, потому что устранятся дублирующие кафедры, факультеты, из-за общей массы преподавателей останутся лучшие, а худшим придется уйти. И поэтому, пусть это не такая явная и быстрая, но в любом случае это оптимизация и сокращение в целом расходов государства. Это программа «Особое мнение». Сегодня в гостях Валентин Николаевич Пугач. Мы продолжим обсуждать информационные поводы после короткой рекламы. «Особое мнение» на 101F. Снова здравствуйте. В эфире «Особое мнение». Меня зовут Павел Чарушин. Сегодня выясняем мнение по поводу ненавних событий у Валентина Николаевича Пугача, ректора Вятского государственного университета. Валентина Николаевича, вот 4 декабря учительская газета пишет, что экс-министр образования и науки Андрей Фурсенко раскритиковал язык современной литературы. Он говорит, «Я не хочу никого обидеть, видимо, у меня уже не хватает современной культуры, но чтение многих современных произведений, оно о чем угодно, но не о русском языке. Как мы будем требовать русский язык от наших школьников, когда мы смотрим телевизор, смотрим кино и читаем современные книги?» Заявил в среду 4 декабря на форуме Общественного народного фронта помощник президента Андрея Фурсенко. «По вашему уровень русского языка у абитуриентов, он вообще высок, они способны формулировать мысли, способны делать это грамотно?» Вы знаете, в этом вопросе я, как и во многих других, предлагаю не обобщать. И студенты, и школьники очень разные. Есть те, которые явно испытывают проблемы с набором словарного запаса, своим лексиконом, у которых сложности с построением фраз, это формулирование своей мысли. А есть студенты, и абитуриенты, и школьники, которые просто поражают своим кругозором, своей отличной речью, возможностями и так далее. Кого больше стало, это сложно судить, это надо проводить какие-то исследования. В целом я могу сказать, что уровень грамотности русского языка меня, там, абитуриентов и студентов нашего университета устраивает. Дело в том, что распространены популистские высказывания о том, что уровень русского языка падает, литературу никто не изучает, мы теряем нашу, целый культурный пласт, не вкладываем его в детей. Вы знаете, вот те тревожные сигналы, о которых вы говорите, они понятны. Что мы хотим, если у нас уже десятилетиями наше телевидение превратилось в какое-то шапито по трансляции каких-то непонятных сериалов, каких-то развлекательных, мелко пошиба передач, которые ничем ни культурно, ни духовно, ни интеллектуально, ни обогащают телезрителей. Процесс оболвания, я не знаю, осмысленный, осознанный или неосознанный со стороны телевидения, он реально существует. С одной стороны. С другой стороны, есть интернет и все побочные эффекты, которые он принес. Там, албанский язык, ну, такая, клиповые фразы, обрывочность смс на язык и так далее. С одной стороны. С другой стороны, все информационные технологии дали возможность доступа к такому количеству литературы. Вот у меня в планшет и в телефон закачано книг, которые бы я хотел прочитать. Я уже так, ну, периодически, при том, что читаю 2-3 книги одновременно, там, где-то в дороге, в очереди, в пути, там, во время каких-то свободных минут, я посмотрел на свой список, мне до конца жизни, наверное, его не прочитать. По количеству. Но хочется. Поэтому все равно периодически я себе, как только вижу какую-то книжную новинку или попадается что-то интересное, я себе все равно в свою, там, электронную библиотеку, которая всегда со мной в кармане, я всегда сбрасываю. Здесь необходимо изменение от политики государства. Здесь необходимо очень внимательно проанализировать программы по литературе, школьные программы. Потому что дети, я, например, свои дети могу сказать, какие-то книги читаю с удовольствием, какие-то из-под палки не заставишь, потому что время ушло этих книг. Время ушло тех взглядов, которые были тогда. При этом у нас, мое мнение, глубокий пробел в школьной программе по зарубежной классической литературе. Мы очень многие вещи, которые изучает весь мир и которые знают весь мир, мы у себя в школьной программе не находим. И наоборот, присутствуют какие-то произведения, которые уже, наверняка, идеологически, наверное, ну даже они, не факт, что должны быть. Есть аналоги современные, которые могут заменить. Это серьезные вопросы, которые должны обсуждать специалисты, прежде всего. Мы, как обыватели, можем сказать, что есть и те, и другие тенденции. Давайте обратимся к вопросам, которые прислали нам на сайте. Валентин Николаевич, правда, что Вы не раз высказывали за запрет проведения на театральной площади различных массовых мероприятий, ярмарок, выставок, фестивалей? Якобы это мешает студентам политех? Неправда. Ну, во-первых, нас никто не спрашивает по поводу проведения или не проведения. Городская площадь у нас управляется мэрией нашего города, поэтому я высказывал критичные замечания, когда очень часто, по моему мнению, на центральной площади нашего города проводят обычные торговые ярмарки, после которых остаются горы мусора, и которые, знаете, вот я считаю, что если эти торговые ярмарки будут проводиться регулярно, у нас просто центральная площадь превратится в аналог какого-то провинциального. Это городишки, где обувь и рассаду продают, там, все вместе, еду, одежду, бытовую химию. На центральной площади это вообще, там, я считаю, уродует наш город. У нас достаточно торговых центров и всяческих мест, где можно все это дело проводить. А на городской площади должны действительно проходить общественные, культурные, спортивные, развлекательные и другие мероприятия, которых явно не хватает. Просто провести торговую ярмарку для того, чтобы ее организовать, больших усилий не надо. Щелкнули там пальцем, и желающих приедут, еще и денежки дадут там городской администрации. А провести интересное, зрелищное, красивое мероприятие, куда придут горожане, вообще, я считаю, у нас проблема с использованием городской площади. Побывав в других странах и даже в других городах России, я видел, когда городская площадь, это не безлюдное место, где летают бумажки и собаки бездомные бегают, одинокие, а это место, где происходит все время какое-то интересное событие, какая-то движуха, какие-то концерты, какие-то там летние кафе стоят. У нас оживает театральная площадь, как правило, зимой, когда появляются горки. Там молодежь, катающиеся, гуляющие. Хотя, вот там как раз чего не хватает? Не хватает возможности попить горячего чая, пирожу какой-нибудь съесть и так далее. Вот для детей, для взрослых и для родителей, которые... А летом вообще не хватает ничего, не хватает веселой, интересной жизни. Можно было вообще на каждые выходные и танцы под баян для взрослых проводить. Ну и стихийно происходят, пенсионеры их, по-моему, устраивают. Ну, очень редко, явно недостаточно. И там отдельное направление этой работы по планированию я бы городской администрации и мэрии нашей рекомендовал. Вообще эти запланированные ярмарки торговые, они же позиционируются как культурные мероприятия. Ну, вы знаете, с большой натяжкой. Я очень скептически к этому отношусь, что это к культурные мероприятия. А если такой яролаж будет происходить на площади, студенты, сидящие в аудиториях, не будут отвлекаться существенно на это? Будут, конечно, смотреть в окно. Ну, другой вопрос. Знаете, студентам и без этого хватает на что отвлекаться. Поэтому сказать, что вот на ярмарке они отвлекаются, это нет. Если будет какой-то интересный концерт, понятно, что они все пойдут на этот концерт, а не на лекции. Еще есть один вопрос с сайта. Выпускаете ли вы или вообще, в принципе, выпускается ли какая-либо продукция по разработанным в ВИАТГУ технологиям? Спрашивает Константин. Да, это очень важный вопрос к тому, что мы, как правило, наверное, недостаточно информируем или к средству массовой информации не с таким интересом отвлекаются на нашу различную информацию по поводу различных изобретений, наработок, которые наш университет регулярно выдает. Поэтому наша продукция в готовом виде – это отдельные технические изделия, приборы в электротехнике, приборы учета, приборы безопасности, какие-то препараты, которые разработаны химиками и биологами. Другой вопрос, что для того, чтобы на них был бренд ВИАТГУ, это должно быть полностью свое производство, только свое, без всяких партнеров. Все-таки мы не завод, все-таки мы не предприятие, и ставить себе целью выпускать отдельно свою продукцию, что такое производство. Это же очень серьезная вещь, связанная с организацией поставок, комплектующих, производственных линий, с бытовой сетью, маркетингами и другими подразделениями. Все-таки это не профиль. Поэтому наше мнение, что мы должны регулярно выдавать на гора различные патенты, различные ноу-хау инноваций, которые с удовольствием, что и происходит. Хочу сказать, что практически нет ни одного крупного промышленного предприятия города Кирова, с которым бы у нас не был заключен договор на разработку каких-то научно-исследовательских работ, отдельных компонентов или инженерных решений, или консультационных услуг. Мы зарабатываем от этого вида деятельности десятки миллионов рублей, которые используем как небюджетные источники дополнительного финансирования расходов университета, заработной платы, закупки, оборудования, вообще развития университета. Поэтому в этом плане. Кому это интересно, можно зайти на сайт и посмотреть регулярную информацию, которая на эту тему появляется. То есть есть отдельная лента технических новостей, перечень какой-то? Отдельной такой ленты нет. Спасибо за идею. Я думаю, что мы, наверное, в таком виде... У нас, как правило, это идёт в общей массе различных новостей, которые происходят. Одна из которых, это то, что в эту пятницу в 6 часов у нас состоится очередная лекция в политехническом. Приедет известнейший в мире математик, который расскажет очень интересную лекцию на тему, как принимать решения в условиях недостаточной информации. Это нейронные сети, наверное, да, с этим связаны? Давайте послушаем, что он там расскажет, что там будет. Я подробности не знаю, но тема мне очень интересная. И уже ряд руководителей предприятий ко мне обратил, и можно ли попасть. Регистрируйтесь на сайте, приходите в эту пятницу, будем знать. И 11-го числа, опять же, в рамках проекта лекции в политехническом у нас будет выступать писатель, поэт Игорь Губерман. Известный вход будет бесплатный, будет такая творческая встреча. Он очень, наверное, будет интересно и весело его послушать. Вот, возвращаясь к патентам, есть ли у вас информация о статистике, количество патентов, которые выходят из стен для ТГУ? Я не готов сейчас наздавать точную цифру, но количество патентов ежегодно исчисляется десятками. Это увеличивает наши активы нематериальные, и в этом плане работа ведется очень активно. Спасибо большое. В эфире «Особого мнения» был ректор Вятского государственного университета Валентин Николаевич Пугач. Меня зовут Павел Чарушин. Всего доброго. Спасибо, до свидания.